Доброго здоровья! Я хочу продолжить видео, в которых я простыми словами рассказываю то, что написал непростыми словами в своей статье, которая называется «Пьер Довити об армянах». Я выложил ее, напоминаю, на архив.орг, я выложил ее на конд.вс, и она должна вот-вот выйти в одном из научных журналов. И сегодня, во-первых, в прошлом видео я забыл вас познакомить ближе с Пьером Довити. Значит, он родился в 1573 году, умер в 1635. Его труд, который я сейчас прочту, как он называется, точно. Первое издание было в 1613, потом 1616, и дальше, дальше, дальше его переиздевали десятки, если не сотни раз. Вот. Значит, труд называется следующим образом. «Государства, империи и княжества мира, представленные описанием земель, обычаев и нравов местных жителей, богатств их провинций, армии, способы управления, религий и князей, которые правят каждым государством, с описанием происхождения всех религий, рыцарей и военных орденов». Это огромный труд, основанный на манускриптах, основанный на исследованиях современников Пьера Довити. Вот. Это, да, ну и напомню, что это выдающийся ученый конца 16-го, начала 17-го веков. О нем я просто отдельно сделаю видео в благодарность за всю эту информацию и те знания, которыми он с нами поделился. Итак, сегодня об Азербайджане. Это важнейший сосед Армении. Ну, Турция, может быть, не менее важной, но поскольку вот такая вот застарелая, в хронической стадии находящаяся противостояние, больше духовное, эмоциональное, уже военного противостояния нет, и, понятное дело, быть не может. Слишком силы не равны. Вот. Но Азербайджан на сегодняшний день – это важнейший сосед Республики Армения. И поскольку историки Республики Армения продолжают поддерживать, сознательно поддерживать в низших интеллектуальных слоях своих сограждан, ошибочное представление о том, что Азербайджана как государство с таким названием, так и название самого не было. Хотя они знают прекрасно, что оно было, название как минимум, но вот не просвещают свой народ. Вот. Вот вы думаете, что не было? И молодцы, и хорошо. Вот это отношение армянских историков к своему народу. Унизительное, я считаю. Я исправлю это дело сейчас. Итак, в этой книге мы находим описание провинции Азербайджана. В словах государства Персия есть такая статья. В моей статье вы все эти ссылки найдете, что на какой странице и так дальше. Поэтому здесь я просто прочту вам, что там написано. Азербайджан. Или Азербайджан. Азербайджан. Что касается этой провинции. Она очень большая. Ее главным городом является знаменитый Табрис. Здесь находился двор персидских королей до того, как он перешел под власть турок. В этой провинции мы находим изобилие многих редких вещей. Она ведет торговлю там и так дальше. Много. Обратим внимание вот на что. Азербайджан назван провинцией. Провинцией. Провинция Персии. Так вот, что следует знать. В начале 17 века французы провинциями называли фактически самостоятельные государства. Вот почему. Во-первых, у нас есть статья, которую мы прочтем из универсального словаря, издана в 1690 году. Но нам нужно немножко раньше время захватить это правление Людовика XIV. Давайте посмотрим, какой указ издал в 1665 году Людовик XIV. То есть, через 50 лет после того, как труд Пьера Давидти, в котором он назвал Азербайджан провинцией, вышел в свет. Через 50 лет. В 1665 году Людовик XIV, проводя политику, направленную на централизацию, укрепление центральной власти, издал закон, запрещающий парламентам провинций обсуждать королевские указы и приказал им регистрировать эти указы без голосования. То есть, до этого королевские указы просто так в провинциях не принимались. Их должны были принять парламенты путем голосования. И еще один момент. Людовик XIV в 1665 году запретил провинциям иметь собственные армии. А теперь давайте посмотрим. Провинция, которая не принимает приказы короля, просто вот он приказал, указ, да, а они обсуждают, голосуют, да, нет, приняли или не приняли, и имеют собственную армию. Это государственность. Это государственность. Таким образом, были Нидерланды устроены в то время, значит, Республика Соединенных Провинций называлась, там было пять провинций, которые они обладали собственными правительствами и армиями. Это был союз, союз государств, в котором не было очевидно главного. Да, был какой-то центр. Поэтому в 1613 году, когда вышла книга Пьера де Витти, провинциями называли французы, он же француз, и он использует слово провинция. Так вот, провинциями называли фактически самостоятельные государства. Так понятно? Понятно. Азербайджон. Вот так это читалось. Более того, мнение о том, что Азербайджан был фактически самостоятельным государством, придерживался армянский историк Эзов, который написал сношение Петра Великого с армянским народом в 1898 году. Вот что он писал. Персия состояла тогда из нескольких областей, между которыми не было государственной связи. При каждой перемене Шаха, при всяких благоприятных условиях, управляющие областями ханы, отлагались от Шаха, переходили к туркам, переходили там, куда хотели, переходили. Независимость. Эзов подтвердил, что эти провинции были фактически независимы. Пару лет назад я выпустил видео, в котором показал, что Жан Шарден в своем дневнике очень подробно писал об Азербайджане. И не просто писал подробно о нем. Он еще озвучивал споры, этимологические споры о происхождении названия Азербайджан. Это в 17 веке уже спорили. Такое было происхождение, поэтому называли Азербайджан Азербайджаном. Или по каким-то другим причинам. То есть название было древнее уже в 17 веке. Древнее тоже в кавычках может. Может 200 лет, может 300, может 150, может 1000. Я не знаю. Но оно уже было. И уже шли активные споры о том, почему вот так. И Шарден придерживался определенного мнения. Я читаю вам. Значит, в 1672 году написан этот дневник. О провинции Азербайджан или Азюрбайкан. Азюрбайкан. Он в двух вариантах. Транскрипцию озвучивает. Королевство Мидия когда-то владело в Азии целая империя. Сегодня оно является всего лишь частью персидской провинции, которую персы, внимательно, персы, то есть местные населения, называют Азербайджан или Азюрбайкан. Персы говорят, что эта провинция называлась Азербайджан, то есть место огня или страна огня. Поскольку здесь был построен, пишет Шарден, самый знаменитый храм огня, поскольку здесь хранили огонь, который огнепоклонники считали самим богом, и поскольку она являлась резиденцией великого понтифика этой религии. Это ж давно было. И страна так называлась. Некоторые читают и произносят название этой провинции Азюрбайкан, то есть страна Азура, Пейдасюр, и утверждают, что эта огромная провинция так называлась, поскольку в нее входила Асирия, которая, по мнению всех авторов, называлась Азюр. Однако, на мой взгляд, пишет Шарден, это то же самое, поскольку имя Азюр происходит от Аз-Ур, что значит огненный. Так вот, независимо от того, правильные там выводы дела Шарден или нет, мы видим, что это название было. И еще очень интересный факт. Местное население называло эту страну Азербайджан. Понимаете? То есть, эндоним и экзоним этой страны, то есть, само название и внешнее название совпадали, в отличие от названия Армения, которого никогда в армянском языке не было, не было такого названия. Армения, Аэстан, да? А вот Азербайджан назывался так и внешними авторами, и сами местные жители называли свою страну Азербайджан. Вот такие моменты, понимаете? Азербайджан уже в начале 17 века был государством, и его само название совпадало с тем названием, которое ему давали внешние авторы. Из внешних, как пишут в энциклопериях, сообществ. Да, вот еще интересный момент здесь. Дело в том, что вот почему Персия, почему европейцы Персию стали называть Персией? Дело в том, что у Пьера Довити есть ответ на этот вопрос. Кроме, Персия называлась не только все королевство, но Персией называлась еще и провинция отдельная, да? Ну, это мы, в общем-то, знаем. Но интересно, он говорит, он объясняет, почему Персия называлась провинцией, не объясняет, почему все европейские авторы называли все, весь вот этот союз вот этих государств Персии. Ну, мы можем догадаться. Смотрите, провинция Персия некогда называлась Пантае, или Панзая, по имени своего короля Пантажи. Затем греки дали ей название Сефе. Мы знаем, что еще государство Сефи или Сефевидов называется. И сегодня называют так историки азербайджанские. А уже после этого она получила название Персия по имени знаменитого героя Персия. И вот именем этой провинции Пьерда Витти и все остальные авторы европейские называли и весь союз этих государств под центральной властью Шаха. Но, так сказать, эта власть, это вот сейчас вот отсюда мы смотрим из 21 века. А тогда эта власть была, ну, она была, но она была не безоговорочной далеко. Все провинции имели свои армии. Вот, кстати, в книге моей это написано. Вот, и имели возможность принимать решения самостоятельные. То есть это были самостоятельные государства. Так вот, получается, что, ну, на мой взгляд, весь этот союз европейцы назвали Персией просто потому, что греческое название и там очарование вот этой легенды, авторитетность греческих легенд, ну, для них было важнее, чем, допустим, положение дел реальное. А реальное положение дел было такое, что первый персидский король, называют королем, шахом называют, да, там, в Персии, в Азербайджане, в Иране, Исмаил Сефи столицу назначил, столицу Азербайджана, столицей всего этого союза, этих государств, этих провинций. То есть вообще логично было бы всю Персию называть Азербайджаном, ну, если столица там, да, вот там был Советский Союз, была столица Москва, да, все называли там Союз Советских Социалистических Республик, но мы понимаем, что это, в общем-то, была такая вот большая Россия, да, поскольку столица находилась в России, все понимали, и весь мир назывался Россией, неофициально, вот. Но официального названия-то у вот этой Персии в 17 веке-то не было. Это очень вопрос сложный. Но вот здесь мы видим, почему европейцы называли всю Персию не Азербайджаном, хотя по логике вещей они могли делать вот так, а они называли всю Персию Персией, потому что Персией... А сама провинция Персии, как она здесь описывается, она бедная, засушливая, болотистая, то есть ничего в ней такого не было, из-за чего можно было бы там ее считать важной и главной. Она там прилегала к Персидскому заливу, ну, и так дальше. Вот, давайте на сегодня остановимся и понемножку будем, поскольку уже вот опять 16 минут наговорили, только про Азербайджан. Я надеюсь, братья-армяне, я убедил вас, что ваши историки ведут себя отвратительно, что не ставят вас в известность, и вы повторяете глупости, и глупо выглядите, понимаете? Здесь, в отличие от Армении, у Азербайджана была государственность, и он также назывался, его сами называли, и вокруг все называли Азербайджан. В следующем видео я предлагаю вам познакомиться со следующей частью моей статьи, которая, напоминаю, выложена на архив ОРК, его можно взять, с карандашом прочесть, задать мне вопрос, и я на все отвечу. В следующем мы познакомимся о том, что Пьер Довити, наконец-то придем вот непосредственно к автору Пьеру Довити, что он писал об армянах, об армянах, проживающих в Персии и в Турции. Всего доброго, с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok